картошка как из балета белый лебедь пока есть возможности время поговорим о снова о белом лебеди об этой картошке значит я хотел бы вам показать вот это вот примерно средний клубень средний а вот это вот но не самый большой не самый большой самый большой есть по кило-кило двести вот урожайность у них такая мелкая практически не бывает для сравнения я вот положил спичный коробок вы видите да и вот сюда спичный коробок вот такая картошина значит она абсолютно не боится ножа режется по глазкам вот сколько глазков раз-два-три там 45 глазков здесь на на глазков здесь там везде десяток может быть и будет да вот можно будет порезать посадить и получится ну 567 значит кустов получится на картошины ножа она абсолютно не боится высылать я пока подписчикам моим которые просят семенной картошка не буду потому что я и уже забуртовал весной откроем бурт и если все будет нормально все будем живы здоровы то конечно можно будет выслать такая вот картошка белой лебеди могу сказать что в прошлом году было у нас лето относительно сухое было очень много корявой процентов 30-40 она была корявой такой что я даже и посылку на семенной картошки приостановил потому что невозможно было отправлять людям такую безобразную картошку в этом году влаги хватало чтобы нарастить такую массу крахмала конечно необходимо влага на голой земле без поддержки влаги картошка просто не вырастет так что смотрите сами какой у вас район какое если засушливая почва вернее местность и коза сушливый то конечно и урожает соответственно будет не очень я сегодня хотел бы поговорить о семенах картошки белый лебедь вот такие значит помидорки вырастают на нем довольно таки крупные вот для сравнения вот есть у нас такой помидор еще ничего не все съели это папина дочка маленькая или вот такой вот розовый розовое пламя вот такой помидор и вот в сравнении смотрите значит вот такой вот такой вот помидор из картофеля белого лебедя значит имена я многие почему-то у меня стали просить вот сейчас семена картофеля семена значит вот с этого я вытащу и разошлю конечно разошлю сейчас просто хочу показать что сколько здесь сколько здесь можно получить семян с одной картошины давайте посмотрим вот если видно видно наверное да сколько тут вот семечек только по одному ряду по одному с одной картошины когда-то я вот у меня там есть ролик я посадил 8 кустиков с 8 кустиков полученных вот именно из такого плана семечек я вырастил два почти два ведра картошки мини клубни я хотел получить мини клубни там вот если вы найдете посмотрите там мини клубни есть такие прям вот с кулака то и больше вот поэтому вот эти вот семена многие у меня просят сейчас я их конечно раз потрошу высушу и отправлю всем кто у меня просит я думаю цена будет абсолютно приемлемо там значит в цену войдет стоимость конверта и плюс ну чисто символическая там оплата я думаю рублей 50 буду с каждым каждому объяснять просто индивидуально не хочу на общий обзор эти все выставлять номера телефонов карт и всего-сего-сего-сего-сего в цели безопасности и вашей моей поэтому все кто захочет сообщит мне адрес я вот эти вот семена вышлю ну и сейчас вот ради эксперимента я значит разреза вот этот вот одну помидорку посмотрим сколько будет этих семечек и соберу с этой одной помидорки могу сразу сказать что сажал я один раз и скажу что сажал первый раз эти вот семена получил урожай но как в интернете и вообще в литературе пишут что сходы очень нежные как томат но когда я их получил то я увидел что они намного нежнее меньше и можно сказать что капризнее очень аккуратно с ними надо пока они не про не не дойдут до стадии когда их можно будет пересадить в открытый грунт очень нежные созданием получаются но сейчас будем потихоньку потрошить вот это вот все дело и посмотрим сколько будет семян потом я их приложу на что-нибудь вот но тут вот с одной с одной семечки не знаю можно засадить на на наши темки на всю деревню такой такой вот помидориной и скажу еще что сейчас отправку семенного картофеля я приостановил ну во первых на улице уже все таки не май месяц некоторые просят меня выслать именно семенной картофель теперь я могу сказать что потерпите до весны потому что я картошку забуртовал закрыл ее и она у меня уже будет теперь ждать весны если все будет благополучно я могу выслать всем кто захочет вот значит по этому еще сорту я могу сказать что значит ориентируйтесь на свой климат мы живем в прибалтике калининградская область у нас влажность очень высокая поэтому если в прошлом году было но для калининградской области засуха то такая засуха наверное где-то в средней полосе россии она была бы очень благоприятной по поводу климата дожди были но конечно мало не так как вот мы практически некоторые годы мы даже и не поливаем огороды потому что за нас это все с неба поливается вот но для роста вот такого количества картофеля конечно необходимо влага если эти этот сорт сажать где-нибудь в астраханской области или северном казахстане то конечно будет и урожай совершенно другой совершенно будет другой урожай ну вот посмотрите значит практически уайт на руках еще сколько налипло налипло на руках значит вот посмотрите покажу вот видите да с одной помидорки на помидорке вот столько получилось семян лучше было видно вот каждый каждый кустик каждая семечка это один кустик некоторые с некоторых кустов можно собрать уже как когда взрослое растение будет уже будет давать урожай до полуведра до 20 25 5 картошин некоторые особей вырастают до килограмма а некоторых даже больше ну и теперь у меня осталось вот распотрошить значит это количество вот это количество я думаю всем моим подписчикам вполне будет хватит их вполне хватит дай бог чтобы они у вас выросли и потом хотелось бы конечно обратную связь с вами поддерживать и узнать как он будет себя вести эти всходы ну вот я разрезал последнюю картошинку такую вот помидорку и вот этот вот целый клад получился картофельный целый клад вот посмотрите значит вот она уже распотрошенная вся вот даже еще осталось он сколько сколько осталось вот такое количество чашки петра получилось когда будет его почистить все это лишнее убрать мякоть разложить семена и сушить ну пока всем пока кому было интересно подписывайтесь на канал ставьте лайк буду поддерживать с вами обратную связь все пока